Короче, ребят, последние вот эти пару дней были настоящим испытанием для наших отношений и вообще для нашей дальнейшей жизни. Вот сейчас вам расскажу подробнее. Поедем сейчас в одно место. Завтра уезжаем уже, улетаем. А вот сейчас, ребят, наступило настоящее лето. Ну, уже и я бы даже одела шорты. И завтра мы уже самолёты в небе нарисовали линии. Всё зелёное, солнечное. А получилось, ребят, вот что. Получилось, что мы всё посчитали. И получилось, что если взять те же самые расходы, как вот мы привыкли, не мы привыкли, а муж привык, то получается, что ничего у нас не получается. Потому что там, в штате, всё очень дорого. Там без машины никак не получится. То есть нужно брать две машины обязательно, покупать. Плюс дом арендовать, плюс мебель. Нужно будет покупать всё полностью в дом. Плюс все остальные расходы, страховки, там всё, всё это очень дорого. И налоги там совершенно другие. По мне это бы, я бы, например, что-то урезала, да, как это называется, когда я работала в финансах в России. Это называется подрезать жирок. Я бы, например, вот так бы и сделала. То есть какие-то расходы, там, рестораны, что-то бы я уменьшила просто. И где-то бы я там сэкономила. Но поскольку какой-то не привык, да, к такому, к урезанию, к подрезанию жирка, то получается, что мы не проходим. То есть всё отменять. И непонятно тогда, что вообще делать. Либо что-то продавать из недвижимости. Но чтобы пройти с теми же самыми высокими расходами, да, так лучше же, наверное, просто чуть-чуть себя урезать в расходах и ничего не продавать, и пройти, да, как говорится, как в финансах, да, мы проходим или нет по этой скидке, укладываемся ли в себе стоимость. То есть так же и здесь. И вот у нас на этой почве вот возник такой вот разговор, скажем так. И вот эти различия, да, привычки, все они проявились. То есть я тот человек, который может где-то перетерпеть, где-то что-то там как-то, но ничего не продать из собственности. А кто-то не может какие-то расходы урезать, потому что не привык к этому. И в итоге просто человек впадает в такое положение, что ему нужно либо что-то продавать, либо отказываться от этого переезда. и тогда вообще непонятно что. То есть такие вот мы разные. Вот теперь наконец-то все деревья уже зеленые. вот такое тут местечко у реки. Смотрите, в каком прекрасном местечке мы сидим. Взяли напитки и наслаждаемся. Здесь еще вечером лампочки горят. Видите, вот там подсвечник. Сейчас посидели у воды, у этой речки. Спокойненько так поговорили. Стало легче. Сразу же сейчас едем домой и заедем в магазин еще, чтобы купить на ужин продуктов. Потом будем вещи собирать. Так, вот у нас ужин. И мы ужинаем и собираем вещи. Это у нас фишн чипс такой. Вот такой десертик у нас. Это Ричи привез от мамы. Она испекла. Вот такой вот десерт. И я к нему еще мороженое положила. То есть до того мы дообсуждали, как мы будем все это реализовывать, что даже не поехала к маме я сегодня. Думаю, не поеду я в таком настроении. Вот. И мама расстроилась. И я потом пожалела. Думаю, зря я не поехала. Надо было все равно поехать. Ну, вот так уж получилось. Мама расстроилась. Ну, вот отправила мне кусочек такого тортика, десертика. Ну, вот опять выбрасываем цветочки. Завтра в 6 утра уже уедем. Опять мне так жалко выбрасывать, потому что они все равно еще очень хорошие. Все, почти все собрала. Здесь у меня и сарафанчики, и платья, которые я буду носить в Сингапуре. И куда мы еще заедем в одно местечко. Знаете, что хочу сказать? Очень устала от этих постоянных разъездов. На самом деле от этого очень-очень сильно устаешь. И когда нет какого-то постоянного места, к которому ты можешь привыкать, где ты можешь уже жить, осваиваться, адаптироваться, а ты постоянно на чемоданах, вот это вот очень-очень расстраивает меня. Потому что только начинаешь вроде бы привыкать, и все хорошо, и потом раз, ты уже опять на чемоданах и уже должен уезжать, дальше ехать. Теплые всякие кофты с собой не беру, чтобы не таскать чемодан. Видите, вот разложила на них кольца. Такие вот штуки от Молли. Вот. надеюсь, что они не тронут мои кофточки. Так нравится мне смотреть на деньги разных стран, я их собираю. Американские это доллары все видели, а вот, например, канадский я не видела. Мне кажется, самый красивый из всех. Да? Вот сингапурский доллар. Где-то девочки какой-то нарисован. А это фунты английские. Тут вон везде Елизавета королева. Они такие маленькие, кажется, по сравнению с остальными. Это вот Черчилль, походу. У меня дома, вот где я была, в каких странах, я везде старалась брать какую-то купюру. Хотя бы маленькую, небольшую. И вот у меня дома уже и с Мальдив, и с Малайзии, и с Египта, с Туниса, с Турции, естественно, счет с Мексики. Еще откуда-то я уже забыла, где я там была-то. А, эти Дерхамы, Эмираты. В общем, забыла. Баты, естественно, тайландские, тайские. Вот это мою копилочку тоже. Тоже. Продолжение следует...